Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Сегодня мы поговорим о том, какие ворота открывают изучение двух языков. Какое чудо ждет того, кто будет изучать два языка, Python и Kotlin. На самом деле, я убедился, что зачастую люди не слышат. Но тем не менее, возьмем абсолютно живой пример. Возьмем Сергея Осадчева. Итак, прочитаем первое сообщение его. Я хочу вам показать, вот есть на spb-tut.ru, кто только начал, ребята, ссылки будут в описании видео. Здесь вот есть статьи, как стать программистом. Если промотать, это сообщение я добавил сюда, вот что он написал. Посмотрим число на тот момент. 31 марта 2018 года. На тот момент примерно было около полугода, как Сергей уже начал писать на двух языках. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. С 2000... Это вот его сообщение в группе. Всем привет. Нет, пять месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит круче и побыстрее. Каждый по совету скинул, все дело сделано. Программа обучения очень нравится. Все круто, бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми, словами не опишешь. Каждый день что-то новое и еще появились планы на будущее. Это круто. Ребят, а теперь, спустя еще определенное время, все-таки стал вопрос, а вот как этот путь, зачем? И вот на том, зачем проходить этот путь, мы сосредоточимся в этом видео. Потому что... Начнем с конца. Но картинка открылась сама до конца. Не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между Python и Kotlin. Разница есть, но я ее понимаю и считываю. Сейчас я могу сказать, что изучение двух языков круче, чем один. На момент изучения только Python я этого не понимал. Теперь переключиться с одного на другой, это практически то же самое, что писать на одном, только по-разному. Писать код стало легче, быстрее адаптируясь к новому. Все начинает происходить по-другому, чувствуя себя уверенной. Есть понимание, думаю, дальше будет еще лучше. Теперь, вот это самое важное, я не вижу никаких границ, вижу только возможности. Вот именно об этих возможностях я постоянно и твержу. В принципе, я тоже написал, да, в принципе, я ожидал, что вы напишете как-то именно так. Так, как сходные чувства, которые описывали, испытывал и я. То есть я говорю о себе сейчас. И испытывают все. Но вот это облегчение и отсутствие паники со временем при приходе на любой язык покрыло все муки. Просто-напросто, ребята, надо понять очень простую вещь. Сейчас перейдем к картинкам. Вот представьте, вот это ваш порог, например, да. То есть, запомните, одно простое правило. Есть определенное правило роста у программиста. Оно заключается в том, чтобы стать, если вы хотите стать действительно профессиональным программистом, для этого надо выйти на определенный уровень. Вот это у нас земля. То есть, если мы, допустим, изучаем... Пайтон крутой язык, классный. Но если мы изучаем Пайтон, вот в пределах этого уровня мы и останемся. Не за того, что Пайтон плохой. Не за того, что одного языка мало. Есть понятия, которые находятся намного выше, да. То есть, парадигмы программирования. Что такое? То есть, общие принципы программирования. Общие принципы программирования, они уже заложены и применяются. Эта идея не новая. Давайте откроем, допустим, сайт JSON. Да, JSON. Мы здесь увидим. То есть, вот это то, что я сейчас пытаюсь вам рассказать. Если вы переведете... То вот это вот само понимание, да, оно уже было заложено и уже использовалось. Вот давайте прочитаем. Практически все современные языки программирования поддерживают парадигмы, да, структуры данных в той или иной форме. Имеет смысл, что формат данных является взаимозаменяемым с языками программирования. Сейчас поясню, что я хочу сказать. Грубо говоря, все языки похожи. Не важно, это язык C, это язык Python, это язык Kotlin, это язык Java. Все они имеют классы, да, все они имеют структуры данных. То есть, в Python это списки, в C это массивы. И по сути дела, по сути дела, мы сейчас не говорим о JSON. JSON мы будем использовать. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что такое профессиональные программисты. Вот профессиональные программисты, допустим, создали вот этот JSON. То есть, они поняли, ага, ведь каждый язык имеет и структуры данных, и классы. И на самом деле они взяли огромную кучу языков, да, вот. У всех есть примерно одно и то же, только записывается по-разному. Записывается по-разному. И записывается по-разному. И по-разному называется. Но смысл действий одни и те же. И вот представьте, давайте вернемся, я, может быть, медленно, но мне хочется, чтобы вы услышали вот эту вот вещь, да. Я не зря в конце остановился, кстати, ссылка на эту статью будет в описании видео, почитайте, да. Возможности. То есть, вот смотрите, на что он вышел. Писать код стало легче, быстрее адаптируйся к новому. Все начинает происходить. Давайте я перечислю, что сделал еще года, нету точно, как Сергей в школе. Но давайте перечислим. Я это, кстати, тоже описал. Описал по-своему. Потом я уже сосредоточусь и постараюсь рассказать сжато, да. Ну вот. А перед этим Денис Латыпов, его историю прочитайте. То есть, смотрите, приходит человек, он пришел года полтора назад. Потом вы прочитаете его историю, она будет здесь. То есть, потом он забросил, через полтора года пришел и начал бомбить неплохой код уже, да. То есть, понимание прорвало. А почему прорвало? Почитайте историю, вот как он это описывает, как видит, да. И я смотрю, он воздвигает себе новую, да, что я его направляю, говорю, бери Котлин еще. Бери Котлин. А Денис пишет, что тут бы Пайтон изучить. Ребят, самое внимательное, это важно. Самая большая ошибка, которую я, Бовсыновский, совершил 9 лет назад, что я думал, как и многие из вас. Но мне, простительно, никто тогда мне не говорил, что это ошибка. Вот какая мысль у новичка, да и не только у новичка, у средних программистов, которые, как я показываю, всегда находятся внизу. Не на работу устроиться, не писать какой-то большой проект. У них вот этот страх, он подсознательный. На самом деле, ребят, сбрасываем страх после этого видео. Эта мысль и есть сама по себе ошибка. Давайте прочитаем сейчас письмо Сергея, да, в начале. Сразу, наверное, пишу, что я думаю сейчас. Я думаю, что если бы я не решился изучать одновременно два языка, то я бы сильно ограничен в понимании, что такое программирование в целом. А теперь сразу рисуем. Итак, ребята, запомните. Вы можете прыгать, вы можете скакать, вы можете заниматься сутками. Синий, но есть вот это, вот это вот синий, то есть, ну такая, не совсем синенькая. Давайте сделаем его другой цвет, чтобы был нам очень понятен, да. Сделаем это красным. Вот это, нет, красным не надо, потому что красный у нас будет рост. Реально синим, да, сделаем. Так вот, вот это синенькое, это то, где вы находитесь. И самое интересное, что пока вы будете изучать один язык программирования, один язык программирования, и думать, что я вот буду изучать один язык программирования, выучу, а потом другой, ребят, вы будете всегда оставаться на этом уровне. У вас не будет осознавания главного, у вас не будет осознавания парадигм программирования. Так, убираю умное слово, заменяю чем-то более простым. У вас не будет понимания, что содержат вообще все языки. Это еще я называю, правильно было бы называть, освидобленностью о языках. Ну, то, что я говорил ранее, что языки содержат классы, структуры. Например, привожу личный пример. Пока я изучал Python и не подступался другим языкам, ну, в Python функции, функции, я думал, ну, все функции такие. А вот черта с два. На самом деле, воспринимайте на слух, на самом деле, допустим, в GC функции первого уровня, в Kotlin функции вообще включают много других языков. То есть, функции, то они разные. Но это нельзя осознать, пока вы не начинаете изучать несколько языков, пока не выключается сравнение. Как только вы подключаете несколько языков, вот если взять, у вас сразу ваша стартовая позиция вырастает. И вы вот на этот уровень выходите. Вот тут гора, да, вы вот здесь. Вы смотрите сверху вниз. А так бы вы всегда были вот тут. И как ни крути, с этого не вырвешься. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Основная цель изучения двух языков, не только, что вот я буду изучать два языка, чтобы их знать. Основная цель изучения двух языков, чтобы вообще стать многопрофильным программистом. На самом деле, вы получаете намного больше. Как только вы начинаете изучать два языка, я очень много на канале про это говорил, видео, да, и дам вот эту статью, статью я отдам в описании видео. Сейчас, пока она здесь где-то недалеко, но вы ее найдете в описании видео. Тут ее уже не будет, потому что, скорее всего, промотается, неизвестно. Вы после этого видео перечитайте вот эту вот статью. Как стать программистом, подробная инструкция. И здесь я написал много о переключении. Да, о переключении между языками и так далее. Так вот, на самом деле, если взять вот это все мир, то когда вы начинаете изучать два языка, у вас, допустим, важно очень изучать один язык со статической типизацией, другой с динамической типизацией, у вас начинает идти сравнение. И вы по-другому смотрите. Вы уже сравниваете не просто языки. Ага, вот тут так классы, а там так классы, тут так типы. Вы начинаете потом понимать, что языки содержат классы, типы, функции, и относиться к тому, что есть в языках. И вот эта платформа, ребята, это архиважный момент. Вас выращивает на тот уровень, что вы можете взять со временем, где два, там три, абсолютно любой язык, и писать. То есть вы по-настоящему программист. На самом деле, я вам скажу честно, когда человек изучает один язык, он просто... Это обычный страх, что он запутается. И это кажущиеся. Давайте почитаем. Изучая мой мир программирования, закончился бы в понимании только Python, а это границы. Это важно понимать, ребята. Изучая два языка, я понимаю, что не существует никаких границ. На тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Kotlin, я уже начал изучение Python. И был где-то возле функций. Правда, четвертый раз. Вот тут важный момент. Ребят, смотрите, я постоянно в школе говорю, не идите дальше, пока не разберетесь. И вот, человек искренне пишет, четвертый раз, но тем не менее, сегодня у него функции отлетают. Я вцепился зубами в Python, пилил его по полной. Я не хотел его откладывать. Плюс у меня были свои сроки, которые я сам себе установил. Я не хотел изучать Kotlin, сейчас хотел пройти сначала Python. Узнав, что Kotlin – это мобильный рынок, потому что я уже объяснял в других видео, что языки надо выбирать по рынкам. Python – это любая серверная часть, Kotlin – это мобильный рынок. Вы в тренде. Узнав, что Kotlin – мобильный рынок, я посчитал, что упускать это нельзя. Решил попробовать прицепить и его. Я еще не понимал, как это повлияет, на мой взгляд, на программирование в будущем. Я отложил Python и начал изучать Kotlin. Уроков по Kotlin было немного, но это тогда, сейчас их побольше, и пройдя их, я вернулся к Python. Таким образом, я начал их чередовать. Вышел новый урок – Kotlin. Я в Kotlin пошел урок, возвращаюсь в Python. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня вырубает за компом руки, начали опускаться. Сомнений навалилось нормально, грубо говоря, много. Я думал, что я ничего не понимаю, но это так, это только мне так казалось. Это важный момент. На самом деле, я все понимал, просто мне не открылась вся картина. Но картина открылась. Сам до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между Python и Kotlin. Дальше мы читали. Вот этот момент ребята начинают пугать, зачастую. Но на самом деле, надо просто пройти. Когда мы начинаем изучать два языка, мы открываем путь к программированию в целом. Мы становимся программистом. Мы растем. Нам кажется, что мы ничего не понимаем. Нам всегда кажется, что рано. Вот изучу Python потом. Ребят, это всегда так будет казаться. Надо брать и изучать два языка. Потому что тогда ваша платформа роста будет именно, какой вы хотите ее видеть. Вот такой. И сколько бы вы не бились, вы всегда будете на одном уровне. Вы не вырастите. Либо такой. Когда вы выросли и уже становитесь выше гор, вы получаете намного больше. Вы получаете то, что вы начинаете понимать, что вообще содержат языки. Вам больше не страшно браться за любой язык. Я это тоже описал. И хотел, чтобы ребята в школе в первую очередь услышали. Вижу, услышали. Привет, Сергей. Спасибо за мануал и познание. Буду иметь в виду по двум языкам. Только я бы сделал. Делайте как хотите. Важно, двигайтесь. Еще некоторые моменты. Так, это я отвечал. Некоторые моменты, которые я хочу, чтобы вы поняли. Вот смотрите. Вроде мы говорим о двух языках. На самом деле вы получаете намного больше. Давайте прикинем. Легко прикинуть перспективы. Почему? Потому что я сам этот путь прохожу. То есть я иду вместе с вами. То, что испытывал Сергей, я это испытывал. Ребят, но вы знаете, когда вот начинаешь изучать два языка, в принципе находишься вот тут. Сначала вот. Сейчас, секунду. Вот тут, да. И вот этот момент прорыва, он очень тяжелый. Это кажущиеся. Потому что вроде бы Python. Еще толком не понимаешь. А тут тебе, допустим, и Kotlin. Мы, кстати, ответим на вопрос, почему выбор такой языковый. Он есть в этом ответе. И кажется, все тяжело. Ребят, важно на этом моменте не останавливаться. Потому что на самом деле вот этот вот рост, он идет поэтапно. Но это и есть потом прорыв. На первом этапе, вот вы столько выросли, вы сделали первый шаг. То есть начали изучать два языка. И у вас мешанина, у вас страх. Вам кажется, что вы возвращаетесь к одному, ко второму языку. И вам начинает казаться, что у вас мешанина. Нет никакой мешанины. Идет процесс просто накопления информации. На самом деле, на данный момент, вы пока не осознаете, что такое язык в целом. Вы пока еще не задаете себе вопросы. Ну, допустим, в курсе Котлин я уже на это направляю. То есть тут совершенно иная методика изучения языков. Так вот. Потом вы продолжаете дальше, и вы растете еще. И уже приходит у вас следующее понимание. Ага. Там функции, и тут функции. Только записываются по-разному. Но, когда вы начинаете их анализировать, оказывается, что эти функции в Котлин отличаются от функций в Пайтон. Они выбирают себе другое. Но, ребят, поверьте мне, что вы уже на этом этапе можете расширить. Вы уже можете добавить GSI, и там увидите, что функции первого уровня, допустим, там. Но вот тут начинает происходить чудо. На самом деле, со временем, когда вы откроете новый язык, вы не будете смотреть там кучу мануалов. Вам надо, допустим, что было здесь функцией, почитать. А что есть функции в этом языке? В этом языке? И вам сразу становится понятно, какие там функции, что там делать. Давайте дальше почитаем. по перспективам. Я могу легко прикинуть перспективы Сергея, если не свернет. Даже если Сергей не будет читать, и ему будет казаться, что это преждевременно, то я точно вижу, что будет, а значит, это будет с каждым. Первое. Ну, во-первых, изучая второй язык Котлин, кроме того, что он открывает другим языкам перспективы и возможности, да, человек начинает осознавать второй язык. То есть, в принципе, начинает работать правило, которое бы я назвал на сравнениях. Но ведь так устроен наш мозг, ребята. Когда вы заходите с холода в тепло, вы чувствуете тепло, потому что вы были на холоде, да. То есть, у вас ясно, зашли в квартиру тепло, вышли на улицу, холодно. Но ведь эти сравнения у вас в жизни. Когда вы, пока вы изучаете один язык, у вас механизм вашего мозга, то есть, задействован на пару процентов. Но как только вы начали изучать два языка, у вас начинает задействоваться механизм сравнения на все сто процентов, потому что так устроен ваш мозг. То есть, как я сказал, вы начинаете сравнивать по первости. А какие, вот вы проходите функции Python, потом функции Kotlin, видите отличия, и у вас откладываются и те, и другие. Начинается этап роста. Действительно настоящего роста. я говорил ранее, вы прочитаете, когда статью, которую я дал, о которой говорил, то есть, инструкция, как стать программистом, она есть в описании видео. В школе есть такая вещь, как выполнение домашних заданий. домашние задания, я здесь даже привел пример, да, например, я покажу. Сейчас я поясню, чтобы вы понимали коротко. Ну вот, в Kotlin мы проходили области видимости. Во-первых, в домашнем задании я попросил, а покажите области видимости ранее, да, в Python и в Kotlin. Ребята с легкостью приводят. Я вижу, что они понимают. Области видимости в Kotlin отличаются, и домашние задания здесь расширяют понимание. По сути дела, мы рассмотрели модификаторы, да, и буквально на следующий день Asachi выполняет домашнее задание. Очень круто. Вот это я просто говорю, берите за пример, вот как он это делает. То есть домашнее задание было показать, что такое локальные функции переменные в коде. Очень четко показал, да, очень четко расписал. По сути дела, я знаю, что тема стала. Ведь у меня есть определенная своя методика подачи материала. я сейчас распространяю, я о ней много говорю, но по сути дела она состоит из следующего, да, то есть здесь есть очень такой замысел. Вот есть тема, да, что я беру? я беру тему как бы по контурам, чтобы было общее понимание темы. И плюс дополняю домашнее задание, то есть изюминку, что оттеняет. То есть то, что есть, а это то, что главное. Ну, как, например, в примере с областями видимости. То есть, грубо говоря, была тема области видимости, мы изучали где ставиться, можно прописать область видимости в Котлин, а нельзя прописать в локальных переменных, локальных функциях. По сути дела, грубо говоря, изучили варианты где можно, домашнее задание, так как есть понимание, дал где нельзя, сделали, и получается, в принципе, вот это оттеняет, что нельзя, все, тема становится в понимании, учить ничего не надо, потому что уже очень понятно. Ну, это мой принцип такой, да, немножко своеобразно, но все просто. это потому что я в свое время тоже изучал разные языки, да, то есть я знаю уже, что есть в языках, на что обратить внимание, к чему веду и вас. Ладно, давайте дальше почитаем важный момент, на который я хотел бы, чтобы вы обратили. Я заметил именно по Сергею, что пройдя на задание, вот что я рекомендую, да, то есть, это я опять говорил в многих уроках, когда мы заходим на сайт spb-tu.ru, это школа Python, то в кабинете есть практика Python OOP. Сейчас коротко только скажу. Значит, здесь важно идти по порядку и с того момента здесь все это описано, значит, как только вы дошли до функций и пошли это все работа в группе. Работа в группе. И здесь вы просто выполняете занятия. Вот я почему сказал про Дениса Латыпову, он начал уже писать, здесь много страниц, надо все это проделывать. Здесь делается упор на переосмысление функций аргументов, то есть у вас это все уже должно практически отлетать, потому что школа это видеоуроки, их уже наверное более 17 суток. Видеоурок вам дает просто знакомство, вы начинаете делать, но смотрите, очень важный момент, я это часто говорю, здесь есть пока видеоурок вы смотрите, вы упускаете домашние задания, допустим, вот возьмем три вещи, вот это видеоурок, второе у нас домашние задания, все в один слайд, ну ничего, разберетесь, потому что я по порядку говорю, а это самостоятельная работа, это видео, это домашние задания, а это самостоятельная работа, самостоятельная работа, ребят, смотрите, пока вы смотрите видеоуроки, а школа это и есть видеоуроки, то есть, грубо говоря, вы зашли, посмотрели видеокурс, проделали, если вы не будете выполнять домашние задания, работать с собой самостоятельно, то в принципе вы будете на том уровне, что пока смотрю урок, понимаю, как закрыл, писать не могу, как это преодолевается, в первую очередь домашние задания, вот это берите у того же Сергея Асачева, у Михаила Беляковского, также начал правильно делать Денис Латыпов, которого вот историю вы прочитаете, да, то есть начали делать домашние задания, есть оно домашнее задание, как я показывал, ребята делают, вот и вы делаете, и здесь уже есть первое написание программ, я увидел, что и Денис начал писать, просто, да, моментально начал писать, хотя полтора года перерыва, не понимал зачем, вот почитайте историю, потом написал там, где вот колбасит, потом где-то я порекомендовал, с чего надо правильно все-таки влиться в ООП, и пошло-поехало у него, нормально все, короче, и самостоятельно работает, то, что я показывал группе, к ней надо приступать, когда вы подошли после Pro365.net, вот вы пришли с нуля, вам будет дано еще бесплатно Pro365.net, здесь уроки для новичка 10-6 лет, понимают, то есть в питон вы въедете, да, дошли до функций, и погнали еще работать самостоятельно, я не зря вам это проговорил, почему, потому что это важно, второе, да, я заметил именно по Сергею, что пройдя задания, вот эти, да, вот вы увидите там, все Асачи, то есть он бомбил, 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 и я смотрю, в Django легко въехал, в Kiwi легко въехал, там работает с Android, то есть, что это говорит, вот это и есть уровень, мы начинаем дальше сюда, да, добавлять, то есть по сути дела вот сюда в этот процесс мы четко добавляем по минимуму три этапа, да, чтобы расти, да, мы изучаем два языка, но в том и том языке смотрим видео уроки, делаем домашние задания и работаем самостоятельно, после этого я надеюсь, что вот эту статью, которую я дал в описании видео, да, я ее ребятам написал, как стать программистом, подробная инструкция, вы прочитаете по-другому, да, потому что там есть информация о переключении, а я не зря это подмечаю, ведь, понимаете, когда человек начинает легко переключаться между Жангой и Киви, между языками, то есть, его уровень действительно еще вырос, вырос, потому что, когда человек сидит там в пределах одного языка, он никак не может начать переключаться, но, ребята, переключение между библиотеками и языками, это и есть правило, стандарт роста, ни одни курсы вам этого не даст, это дадут только в школе Бовсуновского, то есть, есть стандарт роста переключения между языками, между библиотеками, потому что это и есть профессиональный шаг к тому, что он профессиональный программист, давайте читать дальше, я надеюсь, вы меня слышите, я подметил про себя, да, так как переключения между библиотеками проходят успешно, значит вывод, если Сергею дать задачу, то он возьмет любую библиотеку и осилит, вот здесь единственное, внесу маленький фрагмент, я обязательно вам дам статью Миши Беляковского, который написал очень интересную историю, то есть, вот как он сначала описывал, проходил курсы, хотя, я ничего не буду говорить про курсы, дам, потратил в Минске 500 долларов, а в школы пришел, через 90 дней, увидите, там в его статье, да, что начал писать довольно сложный код на Джанго, почему так произошло, вот он это и описывает, да, 306, а то я дам страницу, то есть, прочитайте, да, стоп, 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 сейчас, вот, после того, как я увидел ресурс Валерия, его подачу информации, разъяснение, как для ребенка, понял, вот оно, и действительно, он рассказывает, как и почему он начал получать результаты, и обратите внимание, здесь, наконец-то, вот, Миша очень, обратил внимание на доки, а я в уроках про это кричу, я в предыдущем видео, но сейчас, секунду уделю, потому что есть два, два подхода к понятию доков, буду использовать это, вот это в данный момент, вы за компьютером, а вот это любая документация, если вы, новичок, будет идти от документации к себе, то у него ничего не получится, потому что, смотрю книгу, вижу фигу, я постоянно учу, идите от уроков к документации, то есть, я постоянно говорю, ребят, найдите это в документации, хотя я и, первоначально в уроках показываю, где это, но важно это сделать привычкой, тогда вы поймете, пусть документацию Жанга поняли, но на самом деле вся документация строится по одним и тем же принципам, потом, со временем вы сможете взять любую документацию, уже легко в ней разбираться, это важный момент, то есть, на самом деле, человек уже выходит на уровень, что он может легко переключаться, через полгода Сергей начал писать на двух языках, вот дальше я пишу, я только сейчас узнал, что у нас с ним были сходные чувства, и он увидел возможности, да, абсолютно верно, когда я вспоминаю, когда я изучал второй язык, ну, вообще первый у меня Си был когда-то, да, но я его почти забыл, но, так, неосознанно, но, вот когда я начал работать с DC, там, потом уже по другой методике с Котлин, да, сначала для себя работал, потом уже начал выкладывать, как в школу, когда уже понял, вы знаете, меня поразили, что вот когда после вот этой вот каши вдруг у тебя вот это осознание, то есть, ты смотришь на на Котлин, но ты не боишься ни функций, ни классов, ты просто вспоминаешь Пайтон так, Котлин так, и сразу идешь со стороны, это класс, значит, а есть ли в Котлин наследование, а есть ли там полиморфизм, вот я не зря сказал, вот эти вещи сейчас произношу, полиморфизм, наследование, не важны понятия, но они и есть база, и именно они начинают оттеняться по-настоящему, и эта база, вот эти все функции, аргументы, параметры, полиморфизм, и так далее, и так далее, они начинают составлять базу, ну а, да, в другом языке это будет записываться по-другому, но оно будет означать абсолютно то же, и эта база начинает осознаваться, то есть, вы растете еще выше, вот где вы сейчас, и мы при этом учли уже, что вы, по сути дела, переключаетесь между библиотеками благодаря этому, да, то есть, грубо говоря, вы можете браться за любую задачу, ну и по сути, на выходе, что я вижу, что может иметь человек, да, поэтому пишем все, ну, здесь я всегда говорю, вспоминайте Инстаграм, на Инстаграме весь мир, серверная часть у Инстаграма на Django, это Python, мобильная морда на Java, весь веб и вся серверная часть Python в кармане, кроме этого, на Python можно писать, допустим, на том же ПКТ, графические программы, в общем, все, что угодно, а вот Kotlin нам дает весь мобильный рынок, при этом Kotlin официально включен в Android Studio как официальный язык, а блокчейн это просто технология тренд времени, допустим, да, то есть, по сути дела, взяв Python, мы приходим к Kotlin, Kotlin, следующая реализация Java, но простая, что простая, я сейчас покажу, действительно, вы это увидите, да, сейчас, секунду, а вот, с официального блока Google, на Kotlin одна строка, она ржава 40 строк, но есть разница, но тут дураку понятно, что она есть, при этом Kotlin все это делает, только, грубо говоря, делает как Python, за кулисами, хотя мы изучаем, и все проходим в Kotlin, гетеры, и сетеры, и все, и все, 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 все. Понятно, что человек, изучая Kotlin, обязательно со времени, я просто уверен, он выйдет на Java, почему, потому что Kotlin полностью конвертируется в Java и обратно, и где-то надо библиотека, то есть от Java, как ни крути, он остается все равно первым, но одно дело, подходить к Java, и не понимая, допустим, не понимая ООП, да, то это в принципе пустая трата времени, только запутывает человека, и процентов 90, ну 80 бросит вообще язык, а вот кто начал с Python, добавил Kotlin, очень легко подходит к Java, он понятен, во-первых, в Python, мы в школе изучаем принципы ООП, начинает их в Kotlin, а Java это вообще, язык построен на ООП, ну он тогда уже понятен, потому что вот эти понятия, о которым я говорил, наследование вы уже изучили, вы выросли, по сути дела, вам подавай абсолютно любой язык, поняли меня, услышали, ну и плюс любому программисту, мы так и так сталкиваемся с GC, а там язык солидность для блокчейн, то есть по сути дела, не так много языков, но у нас полностью покрывается веб, мобильный рынок, а что еще надо? Что еще надо? Ребят, вы прочитаете вот эту статью, но самое главное, да, чтобы вы увидели, вот что Сергей написал, вот это искренняя история, да, вообще вы прочитаете три истории, вот это Сергей, Сергей историю, где я сейчас объяснял, зачем изучать два языка, еще одну историю, инструкцию в описании видео, и историю Михаила Беляковского, который в принципе, описал, вот как он начал быстро развиваться, совершенно реальные ребята, а теперь я вас спрашиваю, ребята, выбирайте, вы можете взять, да не только Python, а любой язык, вы хотите, у вас возможно есть желание, перспективы, да, там не перспективы, а мечты, но вы будете постоянно ползти внизу, пока вы изучаете один язык, вы не вырветесь, потому что у вас нет нужды, у вас нет вопроса, у вас не задействован механизм мозга, на 100% сравнение, то, что присуще человеку вообще в целом, то именно так мозг работает, но как только вы подключили второй язык, у вас пошел работать механизм сравнения, я предлагаю Kotlin, еще раз скажу, почему я взял Python и Kotlin, по одной простой причине, Python нам дает весь веб рынок, Kotlin мобильный рынок, если вы возьмете мобильный и веб рынок, то вы всегда будете на пике, почему, потому что сегодня любое приложение требует серверной части, а Kotlin мобильный рынок, так ребята, посмотрите, люди ходят, они с телефона не отрываются, все, что в жизни происходит, оно потом мобильное приложение, но надо его изучать, то есть мы не рассеиваем внимание, потому что ошибка бы новичков, новичок вообще, как я говорил, спрашивает, а какой язык изучать? Ребят, я тоже когда-то лет 9 назад так спрашивал, на самом деле, это сегодня я такой умный, но я вот эту умность говорю вам, выбирать надо языки, не по языкам, а по рынкам, то есть мы посмотрели, Python нам покрывает серверную часть, мы можем писать программы, по крайней мере, это палочка-вручалочка, Kotlin нам покрывает весь мобильный рынок, а вот теперь мы понимаем, дайте языки грамотно выбирать, потому что мы покрываем рынки, а дальше блокчейн, допустим, встраивай и в Python, и в Kotlin, и туда, и сюда, куда хотите, я не знаю, я пытался донести до вас, хотя кому-то, возможно, хватит прочитать статью Сергея, да, вот его ощущения, она очень показательна, но мне хотелось вот так, так вот это прокричать, как-то рассказать, чтоб вы поняли, что вы получаете, то, что о чем писал Сергей, теперь я не вижу границ, я вижу только возможности, ребята, это другой уровень, это другое восприятие, и я просто настолько, вот это, моя душа это воспринимает, потому что я помню, ликовал довольно долгое время, когда я понял, боже мой, все уложилось, открываешь, пишешь на Kotlin, надо, когда же я, допустим, я совершенно, когда я делал уроки, и там, помню, писал сайт, но так я его еще до конца не доделал, хотя он работает, да, я здесь показывал, допустим, как писать социальную сеть на Django, много уроков, то есть уже более продвинутое обучение, но я использовал здесь GC, я использовал на лету, раз посмотрел там, то есть, почему, потому что мне уже было понятно, мне все равно, на каком языке писать, было бы желание, но ведь я хочу сосредоточить ваше внимание не на том, потому что сейчас человек слушал, 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 а потом скажет умную, но наиглупейшую мысль, и она мне приходила, ребята, я такой же могу, мог сказать, 9 лет назад, не, лучше сосредоточиться на одном языке, да кто ж против, ребята, только, вот давайте на картинку посмотрим, вот, либо здесь, либо здесь, где у вас свобода выбора будет посерьезнее, когда вы выше гор смотрите вниз, или когда вы отсюда вверх смотрите, здесь у вас какого-то выбора, никакого нет, вы ничего не понимаете, и вы не можете сделать верный выбор, вот именно изучая два языка, я начал, вот то, что рассказывал, что надо языки выбирать по рынкам, да, но ведь это все из этого исходит, так вот, что я хотел этим сказать, сейчас, секунду, сбился, границы возможностей, так вот, так вот, еще раз, уже заканчиваем видео, хочу обратить внимание, но картинка открылась, сам до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между Пайтон и Котлин, ребят, а ведь до этого, вы прочитаете, что Сергей еще даже до функции не дошел, то есть то, что я и писал, что думать, думать, что я изучу один язык, и буду знать, там его хорошо, этой мысли есть ошибка, потому что я вам уже говорил, и парадигмы, ну, дурное слово это, и понимание о том, что вообще языки содержат, то, что и дает свободу языков, свободу выбора, свободу использования, то есть то, что вы не тратьте на это время, и на самом деле, это действительно так, это действительно так, потому что, когда мы зайдем в кабинет, да, я просто говорю, что наблюдайте за ребятами, смотрим, если мы начинаем смотреть, то видим, асачи, 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 бомбит кот вовсю, то есть, но ведь все это он проходил, ребята, все это он проходил, именно не спасовать, поэтому, когда у вас только закралась мысль, ребята, вот сейчас, самая важная мысль, которая подведет итог этого видео, хочу, чтобы вы обратили внимание, вот та мысль, что вот я изучу один язык, и буду профессионалом, в одном языке, вы ни в чем не будете профессионалом, вообще, кто ж вам говорит, что не нужно средотачиваться на чем-то одном, я вас спросил, где средотачиваться, смотрите, давайте возьмем звездочку, и делаем вот эту мысль очень важной, сейчас, секунду, извините, вот отсюда, учитывая, вон какие горы, да, вы будете выбирать, ничего вы не выберете, не понимание о языках, не переключение между библиотеками, страх, вы просто-напросто зажали все программисты, а я говорю, отпустите и вперед, а вот, вот этот этап, надо пройти, считайте, вот как вы учитесь в университете, ну, надо пять лет отучиться, чтобы получить диплом, здесь вы получаете возможности, которые вы увидите, то есть, проходя вот этот путь, изучая языки, переключаясь между библиотеками, вы, наконец-то, нарабатываете, то, что я говорю, осведомленности о языках, о устройстве, языкового понимания, у вас полностью уходит страх, да, пожалуйста, вот с этого момента, пожалуйста, ну, нравится вам, возможно, вы будете там, заниматься машинным обучением, или мобильными программами, но самое важное, что с этого уровня, вы уже по-другому смотрите на возможности, вы именно рассуждаете возможностями, а не ограничениями, и уже, по сути дела, не важен и язык, ребята, я честно вам скажу, просто вы понимаете, что сервенную часть вы будете писать на Python, потому что это лучше, что мобильную морду вы будете писать на Kotlin, что где-то вы задействуете GC, но если вы не знаете там какую-то вещь, у нас библиотека, у вас уже есть опыт, вы легко разберетесь, строите, потому что это надо, вы рассуждаете с возможностями, и это не значит, что вы рассеялись, я вам рассказывал именно о том, что вы должны выйти на этот уровень, но это вход в этот уровень, и есть начало с изучения двух языков, еще я объяснял по-другому, если вы хотите стать китом программирования, ну китом в смысле рыбакит, да, чудо-юдо рыбакит, то, извините меня, вот когда вы вот тут карабкаетесь в пруду, а в пруду кит не вырастет, киту надо океан, так вот изучение двух языков, это выход вас в океан, и там за кит, и плывите с пониманием, куда хотите, и вы станете большим, подводим итог, изучение двух языков, это и есть начало, ребята, становления супер профессионального программиста, да, дальше дело за малым, прочитайте, пожалуйста, то, что написал Сергей Асачий, а я сейчас перечислю, еще года нету, пишет на двух языках, работает с Android Studio, пошел работать с Django, с Kiwi, и смотрю, так, то есть у человека появился выбор, ушел страх, он переключается, пожалуйста, только скинул урок, уже бац, домашнее задание на Kotlin, потом бац, работает на Python, ушел страх, я вижу в нем уже серьезные задатки программиста, если он дальше будет развивать, то будет круто, и пожалуйста теперь, пусть определяется, что ему нравится, что нет, потому что он уже стоит, по крайней мере, вот здесь на пути, не остался внизу, ведь вы же, ребят, тоже не хотите остаться внизу, поэтому читайте три статьи, даю в описании видео, и старайтесь делать так. Спасибо за доверие.